Урок 35. Задача первая. Решите систему уравнений способом сложения. Давайте первое уравнение. Домножим и левую часть, и правую на минус 1. Получится вот такое уравнение. А теперь складываем оба уравнения. Левую часть с левой, правую с правой. Что будет слева? Взаимно уничтожаются их суммы равна 0. И сразу получаем, что х равен 6. Зная х, можно найти у. Как найти у? Значит, найденное значение х надо подставить в любое из равенств. Например, в первое. Вместо х подставить 6. И решить уравнение, найти у. У равен 21. Итак, ответ х 6, у 21. Задача вторая. Решите систему уравнений способом сложения. Можно разделить обе части первого равенства на 2. Надо уравнять модули коэффициентов при неизвестных, при х. Так, тогда коэффициент при х будет 2, 2х и здесь 2х. А теперь можно выполнить вычитание. Из одного равенства вычесть другое. Например, из первого вычесть второе. Что получится? Минус 3у плюс 5у. Значит, слева будет 2у. А справа будет 8. Значит, у равен 4. Зная у, можно найти х. Подставить, например, вот в это равенство. Найденное значение у, 4. И решить уравнение, найти значение х. Х 9,5. Итак, ответ х 9,5, у, 4. Задача третья. Решите систему уравнений способом сложения. Сначала надо раскрыть все скобки, упростить, привести вот к такому виду. Это будет первое уравнение, а это второе уравнение. Теперь надо уравнять модули коэффициентов при х, либо при у. Здесь удобнее при х. Например, можно домножить и левую часть, и правую первого равенства на 4. Тогда здесь будет коэффициент минус 8, а здесь плюс 8. И при сложении вот эти слагаемые с множителем х взаимно уничтожаются. Итак, будем домножать первое на 4. Затем складываем левую часть с левой, правую с правой, вот после того, как домножили на 4. Что получится слева? Слева будет минус 12у, а справа будет 0. Значит, у равен 0. Если у 0, подставляем в любое из уравнений, проще всего, наверное, вот в это. Подставляем вместо у 0 и находим значение х. х равен 4. Итак, ответ. х равен 4, у равен 0. Задача четвертая. Решите систему уравнений. Если домножить на 4 и левую, и правую части первого равенства, что получится? Получится первое уравнение 8х минус 12у равняется 36, а второе 8х минус 12у равняется 11. Это система противоречива, потому что вот это выражение в первом уравнении равняется 36, а во втором это же выражение 11. Решений нет. Система противоречива. Задача пятая. Решите систему уравнений. Можно, рассматривая второе уравнение, заметить, что коэффициенты при неизвестных и вот число справа от знака равенства, это числа, которые делятся на 5. Кратные 5. Можно разделить на 5. Получаем вот такое уравнение. Причем это уравнение точно такое же, как первое уравнение системы. То есть данная система уравнений равносильно неопределенному уравнению. 3х минус у равняется 7. Это неопределенное уравнение имеет бесконечное множество решений. Можно построить график этого уравнения. Здесь на координатной плоскости красным цветом показан график этого уравнения. Прямая бесконечна. И будет бесконечное множество решений. Вот один из возможных вариантов. х равен 4, а у равен 5. Один из возможных вариантов. Либо х равен 1, а у минус 4. Так, бесконечное множество решений. Как записать ответ? Ответ записывается так. х, любое, а у принимает значение в зависимости от х. Так вот, из этого уравнения получаем выражение для у. у – это 3х минус 7. Таков ответ.